Наш молитвен Пречистое, Своей Матери и всех святых, помилуй, ты спаси от нас, яко благо человека любит. Без беседы святителя Иоанна Златоуса на сегодняшнем празднице, в преображении Господа нашего Иисуса Христа. Итак, взяв горбовных апостолов, возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явился, явились им Моисей или я с ним беседующие. Евангелие от Моисея 17 глава. Почему Христос берет только этих учеников? Потому что они превосходили прочих. Петр сильной любовью к Иисусу, Иоанн особенной любовью к нему Иисуса, а Яков ответом, который он дал вместе с братом своим, можем испить чашу. И не одним ответом, но и делом, как и другими, так и теми, которыми он оправдал свои слова. Для чего же Иисус не тотчас возводит их? Для того, чтобы прочие ученики не пришли в смущение. Потому что он не говорит даже и об именах тех, которые взойдут с ним на гору. В противном случае, прочие ученики сильно пожелали бы следовать за ним, чтобы видеть образ будущей славы и воскорбели бы, как будто презренное. Хотя Христос намеревался им показать славу своим и чувственным образом, однако же и это было для них вожделенно. Для чего же тут являются Моисей и Илья? На это можно много представить причин. И во-первых, так как один из народов почитали Христа за Илью, другие за Иеремию, иные за какого-либо из древних пророков, то являются главные пророки, чтобы видно было различие рабов от Господа. И то, что Петр справедливо похвален за исповедание Христа Сына Божий, можно указать далее и вторую причину. Иудеи часто обвиняли Христа в преступлении, закона и в богохульстве, будто бы он похищал славу Отца, ему не принадлежащим. Поэтому, чтобы показать, что оба обвинения произошли от зависти, а он свободен от того и от другого, то есть, что он ни закона не приступил, ни славы, ни приближащей ему не присвоил, называя себя ранным Отцом. Он представляет мужей, прославившихся в исполнении закона и ревностью к славе Божией. И вот, голос из облака глаголища Иисея, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте. Когда Бог изрекает угрозы, тогда показывает мрачное облако, как, например, на горе Синайской, Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. Восходил от нее дым, как дым от печи. Здесь же, поскольку он имел намерение не устрашить, а научить, является светлое облако. И в то время, как Петр сказал, сделаем три кущи, сам он показал сень нерукотворную. Вот почему там курение и дым печной, здесь свет неизреченный и голос. Потом, чтобы показать, что не просто говорит об одном из трех, но именно о Христе, прочие двое, когда раздался голос, удалились. Потому что, если бы сказано было просто о ком-нибудь из них, то об одолении двоих не остался бы один Хрисус. Почему же облако осенило не одного только Христа, но всех? Если бы оно осенило одного Христа, то можно было бы подумать, что голос происходит от самого Христа. Потому евангелист, предотвращая это самое, говорит, что голос был из облака, то есть от Бога. Что и говорит голос этот? «Се есть Сын мой возлюбленный». Если же Иисус есть Сын возлюбленный, то не бойся, Петр. Тебе нужно было знать и могущество Его, и увериться в Его воскресении. Если же ты не знаешь, то, по крайней мере, ободрись голосом Отца. «Если Бог всемогуч, как Он и действительно таков, то и Сын всемогуч. Потому не бойся угрожающих опасностей. Если же ты еще не соглашаешься, то, по крайней мере, рассудись, что Он есть Сын, и Сын любимый. Се есть Сын мой возлюбленный. Если же Он любимый, то не бойся, кто погубит того, кого любит. И так не смущайся, хотя бы любовь твоя к Нему была безмерна. Но ты не любишь Его так, как любит родивший Его, который о Нем благоволит. Аминь». Кто готовился к исповеди, сейчас оставайтесь, а будем проводить таинство исповеди. Завтра после литургии будет освящение плодов винограда. Продолжение следует...